Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей Ильжиной, и сегодня мы будем крутить круточки в Геншине. Так, не надо шуметь, потому что вышла Орликина, пепельная тень очага. У меня молитв правда 120, и если посмотреть историю, то, скажем так, в гарантии у меня всего лишь 6, причем гаранта 50 на 50, ничего нет. Вот, хотелось бы просто победить за 10 раз и все, и уйти спокойно, но будем надеяться, что выпадет с первого раза, потому что до второго раза я в этом видео могу и не дойти, что грустно. Ну что ж, если вы крутите ее или думаете крутить, то я, конечно же, вам ее желаю удачи. Если же вы хотите экономить, то я желаю вам усилия, чтобы вы экономили, а мы будем терпеть и крутить. И надеяться, что выпадет то, что нужно. Но выпадает, выпадает все четырехзвездочные. Что тут у нас? Времени со своим колоколом. Честно, четырехзвездочные персонажи, они, конечно, спасибо, но зачем? Хотя бы два, хотя бы два созвездия наполнять. Давайте наполняем созвездия. Так, что там у нас еще осталось-то? Вот кошечку там или нет? Ну давай. Давайте наполняем. Это уже 26, ну как бы 20. Плюс те 6. И, конечно же, Орликина так просто не придет. Ему нужно вымаливать. Вымаливать, чтобы она пришла. Так, все еще созвездия. Замечательно. Так. Эх, как быстро-то молитвы летят. А копятся-то они очень медленно. Грустно. 30. 30 шавиков. Мы на это были готовы. Мы готовы ли мы к тому, кто нам прилетит. А ведь еще хотелось бы, конечно, косу. Но это гениальная идея, которая полностью не осуществлена с самыми накопленными. Сянли. Но она там, конечно, уже у меня созвездия все есть. Поэтому просто пятерочку. Так, 30 есть. Давай, 40. Орликина, давай, приходи. О, да не может быть. Да неужели. Даешь Орликина и расходимся. Так, временное. Все понятно с тобой. Ты у нас хороший человек. И... Дети в ее доме очага зовут ее отец. Папочка Орликина. Не, ну раз мы так выбили, просто взяли и выбили. Почему бы не потратить теперь эти 80 молитв на оружие. Да? Тут, конечно, вот всякие луки, которые нафиг никому не нужны. Я выбрал, конечно же, вот это вот очертание Алой Луны. Шанс предпопадания базы в атаку. Которая подходит только ей. Поэтому... Копье-то такое себе. И если посмотреть историю, звонки кличи журавлят. То есть, тут вообще никакого гаранта нет. Поэтому грустно все. Но раз она пришла рано, надо... Мы просто обязаны потратить все молитвы. Ну, не все молитвы, а... На одну хотя бы. На одно пятизвездочное оружие. Правда? Возможно, нет. Возможно, да. Плюс тут какие-то всякие верфь. Что это верфь? Верфь, я думал, выглядит не так. Я думал, там корабли строят. Что это вообще за оружие-то? Что оно дает? Одноручное, хп, 42. Когда экипированный персонаж лечит или получает лечение. Символ стойкости. Эффект воодушевления. Мастерство стихий повышает. Две единицы энергии. Ну, что-то мутное такое. Ладненько. 20. Давайте косу для орликина. И будут все счастливы. Все кругом. Все же будут счастливы. Наверное, все. И мы-то как офигеем. Больше верфи. Строим верфь. Рогатка. Ну, хотя бы новенькие оружия, которых никогда раньше не видел, чтобы они у меня были двуручные. Я люблю больше двуручное оружие, ну или копья. Если вы понимаете, о чем я говорю. Дайте мне копье звездочное. И разойдемся. Разойдемся счастливыми. Потому что накопить еще разочек на какого-нибудь персонажа будет уже невероятно сложно. Я, конечно, не люблю копить. Ну, не все время же. Эх, гроза драконов. Ладненько. 30 потратили. Давайте 40. 40 это же хорошее число. Видимо, недостаточно хорошее. Ну, двуручники идут, а те, которые у меня уже были. Вот копья. Глаз дракона. Вот иди с глазом дракона. Мне нужно пятизвездочное копье. Хм. 40. Половина. Половина из того, что осталось. Давай. 50. И все еще ничего. Так. Лук фавони. Спасибо, но... Больше верфей. Мы берем полный состав и увидим указницы. Так, мы подбираемся уже к тому, что 50 молитв потрачено. Это будет 60. 70 эта молитва, скорее всего, принесет гарантированный нам, ну, просто ближайший гарант. Но что это будет? Очертание Алой Луны. Вот копье, которое в косу превращается, потому что оно копье не просто копье, а вот для Орликина оно косой становится. Очень красиво. Стильно. Надо же вооружать красавицу, комсомолку, защитницу детей. Так, ну, я понял, 4 звездочные мне выпадают. Условно, хорошо. Пусть они мне не нужны. Луки, Фавони, там Оки. 60 потрачено. 70. Ну, по идее, это будет гарантированно. Я так понимаю, да. Вот что это будет? Это будет книжечка. Так, давайте соберемся, сконцентрируемся. Если вы крутите оружие, то я говорю вам, оружие это тот еще замануха. Ужас какой. Как бы... Страшно. Страшно каждый раз крутить. 2. Но в то же время оружие дает надежду. Потому что кто не рискует, тот ничего не получает. 3. 3 вещи из этой десятки и ничего. Это 63. Первый великий фокус. Ну и куда он мне? Для этого лучника. Первый великий фокус. Спасибо. Спасибо за ничего. Ну. Может быть все-таки выпадет что-нибудь? Копьецо напоследок. Нет. Нет. Что это за лук? Славься, Парсифаль. Крит урон. Базовая атака. Урон заряженной атаки на 16%. Угу. Тоже элементы в отрежут экипированный персонаж. За каждое актерское мастерство. Сила атаки повышается. Скорость передвижения повышается. Ну если огненных чуваков насажать и может быть передать моей лучнице. Может быть конечно чтобы что-то бы получилось. Ну что ж. Последние 10 молитвочек. Почему бы не покрутить, да? Просто чтобы моя совесть была абсолютно чистой. Око сознание. О, ну. Переносная мотопила. Спасибо. Это последний подарочек, который они мне сделали. Переносная мотопила. Что она способна? ХП опять же, да? Опять лечение. Там какие-то всякие амулитики. Ладно. Ладно. Теперь буду копить потихонечку. И может быть может быть я смогу добраться на два гаранта набрать. Это 140 молитв. Я не знаю как я это сделаю. Может быть я буду дико-дико проходить то, что у меня не пройдено. Так. Ну-ка где там Орликина? Не нужно fret. Я буду обеспечивать это. Она с этим разберется. Оп. 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 Коса такая. А там бы она была красной. Ну что ж, Орликина я все-таки выбил. Это замечательно. Надеюсь и вы выбьете если ее хотите. И помните игра должна приносить удовольствие поэтому не расстраивайтесь если не выбили. А если крутите то будьте уверены что вы накопили достаточно чтобы выбить. Потому что даже если бы я не выбил ее то ну что там штук 20 молитв до второго гаранта я бы тоже набрал и тоже бы ее выбил. Так что она была обречена ко мне попасть. А вот другие персонажи уже нет потому что скорее всего я буду все тратить на оружие чтобы все-таки попытаться выбить это очертание Аллы Луны. Но вам этого не советую. Что ж надеюсь вам все понравилось. Ой как она лагает страшно. На этом мы прощаемся. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok